Быстрее, б***ь, прибралась! Кайб***ь не расколотила эти... У наших соседей по Уралу в Перми вот под такие оскорбительные крики с матюками пришлось убираться в парикмахерской престарелой, с трудом передвигающейся женщине, обритой почти на лысо, в наказание за то, что она забыла деньги и не смогла заплатить за стрижку. И тут же всё это прогремело на всю страну. Угоревшая на целых 250 рублей мастерица, в прошлой жизни служившая, видимо, надзирательницей в каком-нибудь Заксенхаузене, а то и Бухенвальде, сломала табурец, которым бедолага к ней доковыляла, и заставила отрабатывать в наказание. Ну и обрела её наголо, вроде как тоже в виде расправы. И теперь ей самой светит вполне реальное наказание, но уже по уголовной статье за вот это вот всё. Бегом, б***ь, я сказала, б***ь, до вечера, б***ь, будешь тут прибираться, б***ь. Довольно скоропостижно выяснилось, что случилось это всё в пермской цирюльне «Прострижка» по адресу Плеханова, 55, где эта закадровая звезда, доминированная над престарелыми инвалидами, арендовала одно кресло. А старушка эта живёт тут же. Вот что рассказали о ней участницы обсуждения этого видео. Цитата с портала 59.ru Сидела что-то, кому-то предсказывала, обсуждала, ну, короче, как многие. Точно не зная кто, но её можно встретить летом-весной на Плеханово в сторону шоссе космонавтов. Рядом сидит с семьёй. А, и ходит постоянно со стулом. Знаю эту бабулечку не лично, конечно, но она каждый день гуляет по Плеханово. Как раз мимо этого салона. В чём была трудность договориться с бабушкой, чтобы она занесла деньги на следующий день? Я просто в ужасе от такого поведения парикмахера. Бабушка плохо ходит, гуляет по улице, опираясь на табурет. Пройдёт немного и сядет на него отдохнуть. Я так понимаю, парикмахер ещё и кидала в неё табуретом, с которым бабушка гуляет. А он теперь сломан, куда катится мир. Конец цитаты. Теперь эта пермская цирюльница уже кресло там не арендует. И вообще этот салон, с позволения сказать красоты, с того адреса съехал. Потому что видео оказалось почти полугодичной давности. Об этом узнали наши коллеги, разыскавшие эту растригу. Чей муж, кстати, тоже выхватил свою пайку народного гнева. После того, как прокомментировал это дело в том духе, что, мол, так будет с каждым, кто не уважает чужой труд. Это видео было выложено 8 марта. И в этот праздничный день, как говорит матершиница-мастерица, не считая комментариев в сети, она прямо в телефон получила 60 угрожающих звонков. И теперь её версия такова. Бабка над ней издевалась, а не наоборот. А ей надо кормить семью, мужа и домашних животных. Пришла, мол, старушка с табуретом, от которой очень неприятно пахло. И они сторговались о стрижке за 250 рублей. И она её постригла. Далее цитата. После этого она достала 5 рублей и протянула мне. Я возмутилась. Почему так мало? Она сказала тебе хватит. И стала смеяться мне в лицо. Мне показалось это издевательством. У меня уже были случаи такие с клиентами. Обманывали, не платили за работу. То деньги забывали, то стригла их в долг. Я им звонил, а потом просил заплатить. Они трубку бросали. А у меня семья и домашние животные, которых нужно кормить. Когда мне протянули 5 рублей, у меня просто взорвалось всё внутри. Конец цитаты. Ну а то, что это видео появилось в сети лишь 8 марта текущего года, это, говорит, изощрённая месть бывшей коллеги, которую выгнали за то, что она воровала часть выручки. Как бы то ни было, уголовное дело уже возбуждено. В настоящее время следователями устанавливаются очевидцы произошедшего, допрашиваются свидетели, изымаются и осматриваются видеозаписи. Проводятся необходимые следственные и прессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Продолжение следует...